Историко-краеведческий музей появился в стенах 27-й школы. Его торжественное открытие состоялось накануне важной памятной даты, 80-летия, садя начала Великой Отечественной войны. Одни из самых ценных экспонатов – вещи, символизирующие события 41-45-х годов. Наш корреспондент расскажет подробнее. От эпохи крестьянской Руси до советского периода и новейшей истории России сразу несколько времен пересеклись в одном маленьком зале. Ценные экспонаты собирали по крупицам всей школой. Например, автограф Юрия Гагарина достался одному из учащихся от дедушки, который видел легендарного космонавта. Что касается предметов старины Подмосковья, у нас имеются экспонаты, которым более 100 лет. Это начало 19 века. Идея создать музей возникла после знакомства с поисковиками военно-патриотического отряда «Кобальт». Именно они передали сотрудникам школы уникальные предметы, связанные с Великой Отечественной войной. Эти экспонаты были найдены в лесах Смоленской области при поиске бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Непосредственно вот эта вот кружка, фляжка, котелок были найдены вместе с бойцом, младшим сержантом Черновым Львом Михайловичем, который проживал в городе Москве, у которого до сих пор осталась жива дочка, и которую мы разыскали. Передали ей останки. Сейчас Чернов Льв Михайлович захоронен на Даниловском кладбище города Москвы. И на этом ценные подарки от поисковиков не закончились. Во время торжественного открытия музея они поделились своими последними находками. Это маленькая капсула медальон. Вот в этом медальоне записочка, на которой солдат записывал свои данные. И вот по этой бумажке мы можем найти родственника. Было суеверие, что если солдат заполнил медальон, то он погибнет. Поэтому, к сожалению, медальоны не все были заполнены. Поэтому не каждое имя мы можем восстановить. Вот. И когда вот в этом и есть медальоне, так, как у нас произошло, это, конечно, большое для нас событие. Карандаш, обезвреженный снаряд, мыльница и даже резиночка для волос. Эти вещи теперь пополнят коллекцию музейных экспонатов. На самом видном месте разместят оригинал газеты «Вечерняя Москва» 41-го года. Вы большие молодцы, что вы открываете такой музей. А вы, ребята, большие молодцы, что вы присутствуете и вы являетесь частью этой истории. Мы телевидение, мы тоже история. Мы благодаря телевидению хранится очень много чего в истории. И уникальные кадры в том числе. Исторический уголок положительно оценили настоящие эксперты, сотрудники Люберецкого краеведческого музея. Поблагодарить за память коллектив школы пришли дети войны. А учащиеся, в свою очередь, приготовили для них творческие номера. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.